На территории Южно-Казахстанской области расположены 3 млн 440 тыс. гектаров земель лесного фонда. Площадь особо охраняемых природных территорий составляет 423 тыс. 600 гектаров. По словам специалистов территориальной инспекции, наряду с защитой экосистемы особо охраняемых природных территорий заповедников Аксужа-Баглы, Каратауского, Сайдаря, Туркистанского и Сайрам-Угамского национальных парков, их нужно использовать для развития отрасли экотуризма. Граждане Республики Казахстан на конкурсной основе могут получить участки особо охраняемых природных территорий для использования их в культурно-оздоровительных и рекреационных целях, в краткосрочное пользование до 5 лет и для долгосрочной аренды сроком на 59 лет. Уже предоставлены в долгосрочную аренду участки компаниям «Алтендан», «Экспертсервис», «Касказу Тур» и другим компаниям. Сейчас они предоставляют качественный сервис для казахстанских и зарубежных туристов. По словам специалистов территориальной инспекции, на территории области находятся зоологические и дендрологические парки, а также 16 государственных природных памятников. Сфера экологического туризма должна стать основой развития и использования современного лесного хозяйства. Несмотря на то, что экологический туризм является сравнительно новой отраслью, Комитетом лесного хозяйства и животного мира проводится существенная работа по развитию данной отрасли. В 2007 году были разработаны и приняты нормативно-правовые документы, что положительно повлияло на развитие экологического туризма в регионах. Последние годы Аксужа-Баглинский заповедник активно посещает туристы из стран дальнего и ближнего зарубежья. В прошлом году заповедник посетили 1025 туристов из Швейцарии, Гинляндии, Испании, России, Румынии, Австрии и Белоруссии. На особо охраняемых природных территориях имеется 89 природных объектов, интересных своими природными достопримечательностями. Возле них построены 8 гостиничных домиков, смотровые площадки и охотничий домик. Въезд на территорию осуществляется через 13 пропускных пунктов. Услуги отдыхающим оказываются по утвержденным тарифным ставкам. Стоимость въезда на охраняемые территории для жителей Казахстана в три раза меньше, чем для иностранцев и составляет 400 тенге. Насчет Аксужа-Баглинского заповедника в прошлом году поступило больше 8 миллионов тенге туристических сборов. На них мы содержим инфраструктуру, оплачиваем услуги проводников и гидов. Нужно отметить, что на территории особо охраняемых природных территорий области растут более 1800 видов растений, в том числе растений, занесенных в Красную книгу более 50 видов. На территориях заповедников обитает более 40 видов млекопитающих и около 300 видов птиц. И хотелось бы, чтобы сдача земельных участков в аренду и организация сервиса для туристов не повлияла на флору и фауну заповедников и природных парков Южного Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok